Снова здравствуйте, уважаемые зрители. Я продолжаю разговор о коронавирусной инфекции у детей. И вот так, чтобы вы знали, наверное, может быть, это больше полезно для докторов, для педиатров, что я сейчас скажу. Но родители должны быть в курсе того, как правильно, как должен действовать доктор в случае обращения вас с ребенком к врачу при заболевании ребенка. Итак, какие есть градации для выявления того, что у ребенка может быть коронавирусная инфекция? Первое определение – это так называемый подозрительный случай, а именно наличие клинических проявлений острореспираторных заболеваний в сочетании со следующими факторами. Первое – это возвращение из зарубежной поездки за 14 дней до проявления симптомов. То есть, объясняю, если в течение менее двух недель вы с ребенком откуда-то приехали, ну, мало ли, сейчас границы начинают открывать, люди будут ездить, поэтому это надо иметь в виду. Дальше. Наличие тесных контактов. Опять же, речь идет о двух неделях с лицами, находящимися под наблюдением, вызванным вирусом короны. И наличие тесных контактов с лицами, у которых лабораторно подтвержден наличие вируса. То есть, лица не заболевшие, но которые, ну, мало ли, по каким-то причинам обследовались и являются, скажем так, больными без симптомной формы. То есть, если такая ситуация имеет место, то ребенок подлежит наблюдению и относится как подозрительный. Значит, подтвержденные случаи, то есть подтвержденная ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, это только положительный результат обследования на коронавирус. К чему я это говорю? К тому, что если, скажем, у ребенка проявление остро-респираторной инфекции и есть какой-то контакт, нельзя говорить о том, что ребенок болен коронавирусной инфекцией без лабораторного подтверждения. Если подтверждения нет, мы говорим только о подозрении. Вот это очень важно, потому что паника подвержена очень много, слишком. Я понимаю, что дети, что все волнуются, но это надо иметь в виду. Ну, и если педиатры как-то ведут себя и проявляют неадекватно, вы можете смело им говорить, ссылаясь на руководство Министерства здравоохранения Российской Федерации, основанное на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Поэтому, вот, будьте сами на чеку, специально я вам об этом говорю, чтобы вы это знали. Значит, теперь, как себя вести, что делать с таким ребенком? Значит, группа первая, то есть подозрительный случай, когда мы не диагностируем коронавирусную инфекцию, но есть проявление симптомов остро-респираторного заболевания. Итак, что мы делаем? Во-первых, это карантин, это изоляция минимум на 14 дней. Во-вторых, взятие мазка, взятие материала из носа и рота глотки именно в день обращения по срочной диагностике. Значит, с ответственным контролем. Дальше, если нет симптомов острого респираторного заболевания, а человек приехали или попали в контакт, мы берем сразу мазок и ждем его результатов буквально на следующий день. И в тяжелых формах, если вот есть проявления, о которых я говорил в прошлой нашей лекции, то тогда срочная госпитализация, бригада специальной, и вот, соответственно, даже если эти симптомы, ну, как бы не очень выраженные пока, не надо ничего ждать. Вторая группа, то есть если уже есть контакт, и практически ребенок попал в ситуацию, когда он контактировал с больным коронавирусной инфекцией, и легкие проявления ОРЗ. Это тоже изоляция, это взятие мазка, и, соответственно, при тяжелых формах, это госпитализация. Значит, и, соответственно, если пациент, ребенок оказывается больной, заболевшим уже какой-то формой, нарастающей, с проявлениями, о которых я вам говорил лучше, это немедленная госпитализация. Значит, принципы лечения. Очень важно, вот послушайте меня внимательно, потому что очень много всяких разговоров, очень много всяких методик, говорят, простите, всякую ерунду, начиная от чеснока и кончая марихуаной, вот, что все помогает, что все пробовали, что есть великолепные результаты. На самом деле, давайте успокоимся, и давайте все-таки принимать правильные меры, соответственно, с этиологией заболевания. Не будем забывать, что это вирусная инфекция. Вирусная. Мы не лечим грипп, предположим, там, марихуаны, мы не лечим грипп антибиотиками в легкой форме, мы не лечим грипп, там, витаминами, вот, а мы ведем себя совершенно определенным образом, точно так же, как нужно вести себя, точно так же и нужно вести себя при лечении коронавирусной инфекции. Прежде всего, это режим, это адекватное питание, нормальное, это питьевой режим, и если есть понос, если есть рвота, если ребенок, скажем так, потеет достаточно сильно, то мы добавляем в питьевой режим воду чуть-чуть подсоленную, чайная ложка соли на стакан воды, мы получаем физраствор, оно очень хорошо усваивается и несет необходимые ионы, ионы калия, ионы натрия, простите, ионы хлора для организма, необходимые при потере жидкости. Значит, кроме того, в тяжелом, как бы, да, у детей, страдающих какими-то побочными заболеваниями, ну, я уже говорил, какими, не буду повторять, очень хорошо дома, я так знаю, что это реально достать в аптеке, иметь кислородную подушку, и в случае нарастания одышки, в случае нарастания кашля, очень хорошо давать кислород, но трубочку, которую вы будете прикладывать к родовой полости ребенка, нужно, на нее нужно положить марлю, марлю, смоченную водой, влажную, влажную марлечку, вы кладете на тубус, и ребенок дышит кислородом, увлажненным, не сухим. Вот, это надо иметь, я достатно рекомендую, чтобы в семьях, где есть дети с особенностями, где есть дети с хроническими какими-то заболеваниями, на всякий случай надо иметь такую подушку, она хранится долго, потом она меняется, или кислородный баллон, портативный, небольшой, неважно, но до приезда скорой очень важно дать ребенку кислород, потому что дыхательная недостаточность нарастает быстро. Теперь, конкретно по препаратам, мы с вами поговорим после небольшой паузы, наше время пока подходит к концу, поэтому до свидания, через несколько секунд, минут, мы с вами встречимся снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова